Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! Четвертое дара. Четвертое дара. Как мы изучаем Тору, живем в Торе. Мы живем в Торе, а не в мире. Так надо жить. Когда ты живешь в Торе, то... То... Это такая реальность, да? Это реальность Торы. Интересно, что когда Греки напали на Израиль, это было 2300 лет назад, был такой плохой человек, звали его Александр Мукдон. На иврите его звали Александр Мукдон, а на русском его звали Александр Матидонский. Очень был плохой человек, который решил себе в своем воспаленном воображении захватить весь мир. И этот плохой человек, Александр Мукдон, он начал захватывать мир, собрал банду таких матидонцев и говорит, ну что матидонцы, давайте пойдем всех захватим, повырезаем всех, значит, Значит, все у них заберем. Матидонцы говорят, давай, заберем все. И у них было по тем временам передовое оружие. Они палки такие, копья, щиты, и они шли фалангами. Он придумал какую-то, он придумал или кто-то придумал тактику войны. И они, значит, шли фалангами. И вот этот вот Александр Мукдон. Да, что вспомнил про этого Мукдона? Александр Мукдон. А, Греки захватили Израиль. Захватили Израиль. У нас урок, чтобы было поменьше Александров-Мукдонов. И чтобы эти Александры-Мукдоны, они все заканчивают примерно как он. В 30 лет вот свои же отравили. Юлия Цезаря свои же убили. И всех Мукдонов в основном свои же и потом и Мукдонят. Значит, и вот этот Александр Мукдон, он захватил тогда Израиль. И Греки в Израиле, они хотели сделать так. Они говорили, что мы вас всех оставляем в живых. Не надо, никого мы убивать не будем. Мирное население не трогаем. Все. Но давайте потихонечку переходим на греческую культуру. Все переходим на греческий. Мы поклоняемся идолам нашим, слушаем наши греческие песни, пляски. И значит, начали они, Греки, населять свою идеологию в Израиле. И значит, когда они населяли свою идеологию в Израиле, они в какой-то момент запретили соблюдать заповеди. И сказали, запрещено под страхом смерти учить Тору и обучать Торе. И запрещено под страхом смерти делать обрезание детям. То есть, они именно главные такие вещи, они решили убрать. Знак союза с тела и Тора. Без Торы невозможно соединиться с Богом. Если ты не знаешь про Бога, как ты с Ним будешь общаться, как ты Ему будешь молиться. То есть, нет интерфейса. Поэтому Тора это интерфейс, это связь со Всевышним. И вот, значит, они запретили. Арабий Атива, он был великий мудрец, он продолжал обучать Торе. И когда ему сказали его ученики какие-то, которые говорят, давай не будем учить Тору, ну то есть, это же страшно. Он говорит, послушайте, это, если мы не будем учить Тору, как же мы спасемся? Они говорят, так наоборот, если мы будем учить Тору, то тогда это опасность для нас, опасность для жизни. Он говорит, нет, говорит, это похоже на пример такой. Рыбы в пруду сидят в воде. Лиса пыталась их поймать и не смогла. И она им говорит, рыбы, выходите из воды, я буду с вами, значит, в мире. Рыбы говорят, ты что думаешь, лиса, мы такие глупые. Если мы в воде, и то у нас есть опасность, так что ты думаешь, когда мы выйдем из воды, у нас не будет опасности? Нет, говорят рыбы, мы не выйдем из воды. И Арабий Атива говорит, если когда мы учим Тору, есть опасность, то когда мы не учим Тору, тем более будет опасность. И он продолжал учить и обучать Торе. И даже вот в чем отличаются великие праведники, мудрецы, великие святые, да, назовем это святые люди. Святые это те, которые соединились со Всевышним. Святость это когда ты соединился максимально со Всевышним. Так Арабий Атива, когда его потом все эти ремляне поймали, и они его убивали жестоко, была публичная казнь. Ученики говорят, ну и что, вот это Тора, и это награда за Тору? Рабий Атива, что же такое? Ты же учил Тору, ты обучал Торе, ты жертвовал собой. Он говорит, эй, вы не понимаете, говорит. Я всю жизнь об этом мечтал. Когда я говорил, шма-эсраэль, там есть слова, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Сердце это как мышление, всей душой твоей и всеми силами твоими. Он говорит, когда задают вопрос, что такое всей душой твоей, это значит, будь готов умереть за Всевышнего. Он говорит, и я всегда думал, смогу ли я умереть, отдать душу, освящая имя Всевышнего, за веру в Бога. Но по Торе, он же жил по Торе, по Торе запрещено рисковать собой и убивать себя. Запрещено идти в опасное место, это считается, как убивать себя. И рабе Акива, он же соблюдал всю Тору. Он говорит, я никогда не думал, что мне не предоставится такая возможность умереть, освящая имя Всевышнего. Потому что, так как я всегда жил по Торе, то я, значит, остерегался умереть. То есть, я все время ввел себя аккуратненько. Но, говорит, сейчас мне повезло, меня все-таки схватили и убивают. Говорит, так я сейчас, говорит, умру, отдаваю душу за Всевышнего. И он сказал, шма Исраэль, ашем илокену, ашем ихад, и на ихад вышла его душа. Я помню, когда-то спрашивал Раф Зильбера, Зихронотца Дихли Враха, он рассказывал историю, как он был в сталинском ладере. В 50-м году его посадили в ладере. Мы сейчас говорим, нам сложно, тяжело. Это действительно, это страшно. Война, беженцы, нет работы, непонятно, что будет. Как, за что жить, где жить. Страшно. Но, если мы подумаем, Раф Зильбер, да, или там, не говорим уже про Раби Ативу 2000, он же жил лет назад. Раф Зильбер, он жил, буквально 15 лет назад он умер. То есть, это вот наш современник. Он в 17-м году, он родился у родителей, которые были беженцы. Они из Латвии, их просто в товарных вагонах перевезли в Казань. И мама его, это было 4 года после свадьбы, а она была еще, можно сказать, молодая невеста. И папа его, который был в Казани раввином, не в Казани, до этого в Латвии был раввином, и он попадает в Казань вообще, а после революции его лишили всех прав. То есть, так как он раввин, это был враг народа, его лишили всех прав. Они голодали, у них не было денег, у них зимой не было дрова, они просто замерзали. Его отец умер, потому что он замерзал зимой, и он, ну, у него было воспаление позвоночника. Страшные вообще вещи. Потом репрессии, потом, значит, война, потом и в 50-м году его садят в тюрьму на 3 года. И вот, когда он был в тюрьме, его переводили из одного ладеря в другой, и у него, а ему в тюрьму жена пронесла тфелин. Маленький тфелин, это как утром одевают тфелин на голову, такой есть тфелин на голову, тфелин, знак союза с Богом, тфелин на руку. И, значит, его переводят из ладеря в ладер. И он думает, сейчас, если найду тфелин, мне добавят еще 5 лет. Ну, то есть, это опасно, страшно, запрещено это было. И он все-таки решил попробовать их пронести. Я его спрашивал, Раф Зильберг, так а нельзя же рисковать собой? Он говорит, ну, я не рисковал своей жизнью, мне могли 5 лет добавить, да, но это не был риск для жизни. И Раби Атива, когда он обучал Торе, он не думал, что его убьют, но его поймали, решили убить, и вот он тогда, когда его убивали, он это тоже принял с любовью. Вот что такое Тора. Тора, она, не важно, что с тобой происходит, если ты нашел и зацепился, и создал эту связь со Всевышним через Тору и заповеди, то тебе абсолютно все равно, что происходит с твоим телом, с миром вокруг. То есть ты живешь в реальности, в божественной реальности. И тот кайф, который есть у людей, то удовольствие, то безопасность, то защищенность, то радость, то любовь, которую они достигают, соединяясь со Всевышним, она не сравнится ни с чем, что есть в этом мире. Теперь, значит, мы продолжаем изучать книгу Ваикра. Это третья книга Торы, Ваикра. И возвал Бог к Маше, обратился. И, значит, вся эта книга, она про жертвоприношение, про храмовую службу, называется она «Тора священников». И дети маленькие начинают изучать Торус именно с этой книги, что чистые, которые еще никак не запачкались этим миром, они изучают про самое чистое, что есть в этом мире. Жертвоприношение, это вот этот вот момент, знаете, как есть в атомных электростанциях, есть вот этот вот энергоблок, потом какие-то есть такая пульт управления, который управляет этим. Представляете, идет постоянный атомный взрыв, сжатый в каком-то в этом блоке, в атомном. И вот эта вот энергия, которая невероятная энергия атомного взрыва, она в этом энергоблоке, она как бы внутри, не дают ей выйти, и потом ее потихонечку выпускают. И эта энергия потом в виде электричества доходит до нас. Мы с вами сейчас сидим, может быть, я не знаю, сколько процентов от электричества в мире вырабатывают атомные станции, но в любом случае какой-то процент и есть. И вот даже сейчас, я сейчас с вами разговариваю, и нам дается энергия для телефонов, для компьютеров, которая идет из этого управляемого атомного взрыва. А когда был храм, то вот это место жертвоприношения, которые там происходили, это было как место сосредоточения от духовной энергии в этом мире. И Всевышний в храме, это было как место, в котором он пребывал, пребывала его шхина, божественное присутствие в самом проявляемом в этом мире месте. И оттуда оно уже через священников, а дальше через еврейский народ, и дальше через Тору, которая дошла до всего мира с помощью, например, та же Библия, христианства, это Тора на 4,5. 80% христианской Библии это Тора, и 20% это интерпретация Торы словами, то, что называется Новый Завет. Мусульманство, это, я Коран не изучал, но то, что я знаю, как заповеди мусульманские, то, как они молятся, то, кому они молятся, и так далее, это, я тоже думаю, на 80% идентично, может, даже на 90% идентично, потому что, я знаю, что по Торе в мечетях можно молиться, а раз в мечетях можно молиться, то это значит, что это очень идентичные две такие веры, да? Получается, что вот эта вот божественная истина, божественный свет, божественная энергия через храм, первый Иерусалимский храм и второй Иерусалимский храм, она распространилась по всему миру, прям, этот божественный свет. И сейчас каждый из нас это как электрическая энергия, которая из атомной электростанции, мы не видим же, как этот атомный взрыв переходит к нам в компьютер, да, допустим, в виде энергии. Точно так же мы воспринимаем этот божественный свет, который сейчас, он достаточно, я не могу сказать, он слабый, сильный, это очень такие метафоры, не, как сказать, неоднозначные, но каждый из нас имеет этот божественный свет в душе, в виде душа человека, и есть вот этот божественный свет, который идет на мир. И с помощью изучения Торы, очищения своего интеллекта и присоединения интеллекта к божественному знанию, к словам Торы, мы приходим к состоянию, написано, что когда перед приходом Машеха будет дор-да, будет поколение знания, и когда уже проявится Машеях, то написано, в этот день, когда он проявится, будет Бог един и имя его едино. Что это значит? Что сейчас мы знаем о Боди, но мое знание о Боди и Бог, это совсем не одно и то же, это как мое знание о, я не знаю, о городе Нью-Йорк, и город Нью-Йорк, это разные вещи. Я знаю, я был один раз, там не один раз, много раз я был в Нью-Йорке, но мое знание о Нью-Йорке, оно очень фрагментарное. То же самое знание, даже самых продвинутых людей о Боди, оно очень фрагментарное. То есть, кто-то чуть больше знает не о Боди, а о его проявлениях, о том, вообще, что мы подразумеваем под этим словом. Но в день, когда придет Машех, то есть, день проявления Всевышнего в этом мире, будет Бог один, и имя его едино. То есть, все постигнут Всевышнего максимально, как может человек в этом мире постигнуть. И будет, это будет проявление Дорда, поколения знания. И мы сейчас с вами к этому приближаемся. Теперь, значит, так как вся эта книга, Ваикра, и идет про жертвоприношение, давайте чуть почитаем, и вдумаемся, вдумаемся про эти жертвоприношения. Чуть-чуть мы как бы с этой стороны добавим себе пазл, пазл знания о Боди. Значит, Ваим Минаов, жертвоприношения приносились из крупного и мелкого скота, чистые животные, да, это были козы, овцы и коровы, и были птицы, тоже были чистые птицы, это были голуби. Голуби можно было приносить жертву в храме. Значит, горлицы, тут объясняется, значит, если это, а если из птиц всесожжение жертва его Господу, то принесет он из горлиц или из молодых голубей жертву свою. Значит, жертвы были, были разных видов, были жертвы всесожжения, Ола она называлась. Это когда вся, все животное, которое приносили в жертву, сжигали на жертвеннике, полностью все. И это называлась жертва всесожжения, значит, ее приносили, я, если честно, вот эту книжку, книгу Ваикра, я ее и учил всегда, и любил всегда, меньше, чем все остальное. Почему я вам скажу? Почему? Потому что я же не священник, род священников, которые служили в храме, и которые будут служить в третьем храме, это абсолютно определенная группа людей, которые идут от брата Моше, Рабейну, Аарона. И эти люди, коины, если вы зайдете на еврейское кладбище, то на Модилах на некоторых есть вот такой знак, вот так вот, кисть руки, вот так вот, и пальцы разведены, вот так, вот такой знак. Если вы на Модилах увидите этот знак, то это люди, которые из рода коинов, то есть они благословляли народ, почему-то вот такой знак. Теперь, значит, они, если коин женился на женщине, разведенная, вдова, которая до него была с какими-то мужчинами, то его дети уже не коины. То есть все, они уже не священники, они выпадают из этого. То есть они должны, и у них есть еще очень много видов ритуальной чистоты, которые они должны соблюдать. Если у них есть порог, например, коин, если у него есть какой-то порог телесный, то, значит, он уже не коин. То есть там очень много, и я всегда в жизни ищу то, что для меня практичное, то, что я могу сделать. А вот эти законы про жертву я сделать не могу. Но, когда мы их изучаем, когда мы их изучаем, то мы как будто бы присоединяемся к таким процессам, которые в то время происходили. Давайте дальше почитаем, да? Значит, «Вайкриву акуэн эля мисбэх», значит, он эту птицу, сейчас мы говорим про птицу уже здесь, принесет ее к жертвеннику и рассечет ей голову и воскурит на жертвеннике, выдавив ее кровь на стену жертвенника. Страшное дело, скажут добрые люди, но мы видим, что именно служение Всевышнему сопряжено с вот такими жертвоприношениями. Птица, ей рассекали, причем, знаете, что интересно, когда приносили в жертву животных, были специальные такие ножи, очень острые ножи, и делали им шхиту. Перерезали горло, глотку, пищевод, чтобы сразу ей, ну, в общем, есть специальный способ убоя вот этого скота, который идет на жертвенник. А птицу, он у них, у койнов, у священников, был такой длинный ноготь, который специально заточенный, и они ногтем рассекали вот так вот голову, и прямо рассекали мозг. И, ну, в общем, она сразу умирала, ее сжигали, тоже полностью сжигали. Значит, я, давайте я прочитаю вам идею, которую сказал Любович Истеребе про вот эти жертвоприношения. Он говорит интересную вещь. Почему можно было приносить жертвы из животных, крупный скот, коровы, не коровы, быти, можно было только мужского рода, только быти, и птицы, а рыбы нет? Почему рыбы нельзя их приносить было в жертву? Хороший вопрос. И он пишет так. Скот, когда приносили в жертву, он напоминал людям об их животном начале. То есть, у человека есть внутри, у каждого человека есть внутри бык такой, да, есть баран свой, внутренний баран, есть внутренний козел, да, то есть, потому что я думаю, что, ну, практически каждый человек иногда говорит, ну, что же я такой козел про себя? Или, ну, про других точно говорит, что они козлы. А про себя иногда тоже говорит. То есть, есть у каждого внутри и козел, и баран, и бык, который прет. То есть, есть животные, и весь зоопарк тоже есть, потому что человек физиологически, именно его тело, похож на, похож на многих животных, да, то есть, грациозный, как кошка, там, крадется некоторые, как собаки, то есть, есть в каждом из нас, есть, вот у меня, видите, как у меня, как у чихуахуа волосы, например, очень похожи я на чихуахуа, ну, чем-то, то есть, есть подобие, да, с чихуахуа. Значит, хорошо, птицы, значит, когда мы приносим животное в жертву, мы приносим, как будто бы в жертву свое животное начало, животное в себе. Дальше, птицы, птицы, он говорит, интересно, птицы олицетворяют тех, кто живет интеллектуальной жизнью и способен воспарить над животным существованием. Значит, есть люди в высоте интеллектуалы, они говорят, я не животное, нет, вообще не, я птица, я орел, я там, например, кто-то про себя говорит, я орел, да, орлы есть люди, он такой парит над всем, смотрит на всех свысока, такой, интеллектуальный интеллектуал, был такой Эммануил Кант, например, он такой был интеллектуал, то есть есть люди, которые реально интеллектуалы, такие прямо, очень интеллектуальные. Теперь, значит, у них главный интеллект, но, как птица не может всегда летать, она все равно опускается на землю, также и интеллект человека, он все-таки ограничен, по своей природе, поэтому и птиц, и животных приносили в жертву, поскольку наша животная природа и наш разум нуждаются в очищении и исправлении. Рыбы все время находятся в воде, и они олицетворяют людей, сумевших очиститься до такой степени, что они все время пребывают с Богом, плавая в отяне божественного сознания. Божественный аспект нашей души не нуждается в исправлении, поэтому рыб в жертву не приносили. То есть у человека есть душа, которая и так связана с Богом, она и так чистая. Теперь есть интеллект. Интеллект может быть чистым, может быть грязным. Интеллект — это инструмент. Если ты заполняешь интеллект грязью какой-то, то он заполнен конкретно тем мусором информационным, который ты в него заносишь. И то, что человек потребляет информацию, это и становится его мышлением. Теперь, но если человек интеллект присоединяет к Торе, то он потребляет знания о Боге, он потребляет знания о духовности, то есть он может заполнить интеллект как духовным знанием, соединяющим его с Богом, с душой, через душу человек соединяется с Богом. Также он может заполнить свой интеллект грязью, любой грязью он может его заполнить и через интеллект соединиться с чем-то еще. Что ты изучаешь, то с тем ты и соединяешься. Это как пища, ты ее абсорбируешь в свой интеллект. Теперь тело человека. Тело, в принципе, оно нейтральное. Тело это инстинктивная машина, которая запрограммирована на размножение, на выживание, на питание. И по большому счету, если тело не портить, если к телу относиться по его природным потребностям, а потребности тела очень простые, определенное количество жидкости в день, определенное количество питания в день и определенное количество движения в день, связь с природой. Все. Если телу давать его нормы, конкретные нормы, есть у тела его нормы в питании, в воде и в движении, то тело будет прекрасно себя чувствовать. Причем я еще одну вещь сегодня выучил, уникальная вот эта идея, она меня просто очень сильно зацепила. Значит, смотрите, задается вопрос, это задает Стайплер, был такой великий мудрец, он задает такой вопрос. Он говорит, скажите, зачем человеку такой высокий, мощный, сильный интеллект? Если мы говорим, что цель жизни в удовольствиях, то известно, царь Соломон, мудрейший из людей, сказал, что умножающий разум умножает гнев, умножающий познание умножает боль. И разум мешает, интеллект мешает человеку получать удовольствие. Это знают все. Например, если люди получают удовольствие от пищи, то самое большое удовольствие это отключить разум и включить ощущения. То есть, чем у тебя меньше мыслей, тем больше ты чувствуешь. Если речь идет о любых чувственных удовольствиях, то разум только мешает получать удовольствие. Зачем нужен интеллект, если цель жизни в удовольствиях? Задает вопрос Тайблер. И действительно, из жизненного опыта понимаешь, хочешь получить удовольствие, вот, например, цветы, передо мной сейчас цветок, мне не надо думать, мне нужно просто его рассматривать. Только тогда, когда я отключу разум, я получу удовольствие от мира. Поэтому глубокий интеллект, он мешает человеку получать удовольствие. Представляете? Тогда он задает вопрос, а зачем нужен интеллект? В этом мире он не нужен. То есть, он создает человеку проблемы. Чем умнее человек, тем больше у него проблем. Чем у него больше знаний, тем больше у него скорби, гнева, недовольства и так далее. Получается, что интеллект нужен для постижения Всевышнего. Вот такой уникальный, глубокий, мощный интеллект нужен для того, чтобы постигнуть того, кто создал мироздание. И в этот момент для интеллекта есть огромная пища и возможность, познавая Всевышнего, постигая Всевышнего, изучая Тору, подниматься на все более-более высокие духовные уровни. Да, для этого интеллект нужен. Понятно, да, идея? Теперь второй, он задает вопрос, тоже меня сегодня очень сильно эта идея включила. Он говорит такую вещь, что человек в этом мире, у него включено того, творжделение и желание получать больше. Теперь это желание получать больше, оно ведет человека к постоянным проблемам. То есть человек, которому не хватает почета, он все время чувствует себя униженным, ему не хватает. Человек, у которого не хватает, то есть он зарабатывает 100, хочет 200, зарабатывает 200, хочет 400. То есть вот это желание и стремление получать больше, оно человека ведет все время в сторону несчастья, он обязательно с кем-то сталкивается, конфликтует и так далее. Он говорит, тоже непонятно, интеллект, если его направить на этот мир, дает тебе страдания, желание, если его направить на этот мир, дает тебе постоянный недостаток. И он из этого выводит логическое заключение, что и интеллект, интеллект и желание нам даны для того, чтобы мы их направили в духовную сторону. А направляя это в духовную сторону, на свое духовное развитие, ты получаешь в этом мире счастье, удовлетворение, радость, и ты реализовываешь цель своего пребывания на этой земле. Это очень, сегодня я утром прочитал, меня очень сильно, это две идеи, очень сильно они так включили, убедили. Все, дорогие друзья, значит, чем мы занимаемся? Мы своим интеллектом и своим желанием постигаем Всевышнего, и тот, кто служит Всевышнему, имеет право у Всевышнего просить. И просим у Всевышнего мира, чтобы закончилась война, чтобы злодеи ненасытные, которые не могут насыщаться, которым мало почета, мало, как Мукдон этот, ему надо было весь мир захватить. Так вот, чтобы все мукдоны, которым надо захватить мир, чтобы они мукдоны закончили, как Александр Мукдон. Чтобы все они, в конце концов, они раньше или позже, все они лопаются от своей жадности, от своего бессмысленного вот этого стремления подавить других людей, захватить других людей, навязать им свою волю. И чтобы все мукдоны закончили очень быстро свой путь на земле. А честные, хорошие, добрые люди, которые хотят духовно расти, радоваться, любить, делать добро, помогать друг другу, чтобы все эти люди были здоровы, счастливы, чтобы у них было много возможностей и ресурсов для того, чтобы делать добро. Все, всем удачи и успехов. И если вам урок этот понравился, поделитесь им со своими друзьями, чтобы у них тоже появилось правильное направление для применения своего уникального интеллекта и своего мощного желания, ненасытного желания. У всех людей это ненасытное желание. Только надо его направить в сторону духовности и Всевышнего, и интеллект свой направить на то, как приблизиться ко Всевышнему и как выполнять его волю.